Добрый день! Очень приятно было выслушать предыдущий доклад и приветствую всех присутствующих. У меня немножко другая тема, тем более, что я в начале конференции хотел отсюда уйти, поскольку написано «наука, практика», а у меня это не особо получается. Ну и Марина Владимировна сказала мне «останься», потому что духовно-нравственное воспитание в этой области – это очень важно. Вот как раз о духовно-нравственном воспитании начинающим, загоистов, пойдет речь. В практике у меня не особо получается. Долгое время работаю тренером в среднеобразовательной школе в рамках дополнительного образования. Мальчишки, девчонки, маленькие и так далее. И вместе с этим работаю преподавателем финансового университета. И поскольку в практике, в науке результатов нет, думаю принести что-то интересное и полезное в воспитании. Я долгое время об этом думал и попытаюсь создать систему духовно-нравственного воспитания в рамках тренировок секции дзюдо для наших юношей и девушек, даже мальчишек и девчонок. И тема доклада «Философская психологическая среда при подготовке начинающих дзюдоистов». Здесь рассматриваются философские принципы формирования личности и повышения мотивации у начинающих спортсменов, юношей и девушек в нашей секции. В процессе исследования проведет анкетный опрос в части студенческой молодежи, целесообразности мистического и рационального похода в процессе подготовки начинающих спортсменов. Почему анкетный опрос? Работаю в финансовом университете и там сплошные металлисты, сплошные олимпиадники, такие умные студенты, что я бы у них спрашивал совета, что мне дальше делать. Поэтому попытался провести вот среди них этот опрос. Актуальность в формировании философской среды при подготовке начинающих дзюдоистов приобретает высокий уровень актуальности не только для спортивного совершенствования, но и для достижения духовно-нравственной гармонии личности без искажения отечественной ментальности. То есть мне хотелось, чтобы наши мальчишки и девчонки остались нашими и ничьими другими. Цель – философские принципы и психологические установки дзюдо. Задача исследования – оценить, насколько философская среда, рожденная на Востоке, сочетается с образом мыслей, совокупностью умственных навыков и духовных постановок отечественной молодежи. Организация исследования. Вот как раз в серии 9 своих студентов из финансового университета я попросил ответить на некоторые вопросы с их точки зрения. И основной вопрос – соответствует ли содержанию духовно-философских теорий и практик восточных народов ценностям, приоритетам российской молодежи, чтобы их применение не исказило коренную ментальность наших юношей и девушек. Ну и в результате опроса получилась вот такая вот картина. Здесь процентное соотношение мнений респондентов студентов финансового университета по вопросу целесообразности использования физических, психических и духовно-философских традиций восточного единоборства подготовки начинающих дзюдоистов. Большинство из них сошлись во мнении, ну вот 40%, что можно использовать физподготовку, техническую подготовку и какие-то некоторые психические установки. Ну и 35% считают, что все из дзюдо и вот из багажа духовно-нравственной, ну там же философии дзюдо можно использовать в подготовке начинающих дзюдоистов. 21-24% студентов решили, что лучше психологию и философию не трогать, заниматься только физкультурой и техникой дзюдо. Значит, три группы. Первая группа респондентов пускает использование только арсенала технических приемов и физических нагрузок, исключая психологию и духовно-философские практики борьбы. Вторая группа. При подготовке дзюдоистов, начинающих дзюдоистов, допустимо сочетание физических нагрузок с элементами психических установок традиционного единоборства. Ну и третья группа. 35% физическая подготовка в взаимосвязи с элементами психических и духовно-философских практик. Следующим вопросом для студентов, это вот здесь представлены их ответы, процентное соотношение мнений респондентов по вопросу соответствия ментальности отечественной молодежи в образу мыслей, совокупности умственных навыков и духовных установок в дзюдо. Ну и 72% студентов считают, что незначительное соответствие. Мы серьезно отличаемся, ну скажем так, с теми, кто рожден в той области в восточной философии. 20% нет соответствия и 7% есть соответствия, вот так считают наши отличники моделисты из финансового университета. Итог по второму вопросу. 20% респондентов убеждены в том, что восточные духовно-философские традиции имеют существенное различие с мировоззрением отечественной молодежи. Около 8% опрошенных считают иначе. Большинство участвующих вопросов допускают минимальное сходство философской среды дзюдо с образом мыслей, совокупности умственных навыков и духовных установок начинающих спортсменов. Ну и есть некоторые такие вот выводы. Ну я сам попытался написать эти выводы, слушая вот этих вот моих умных студентов. Мистический и рациональный подход к боевому искусству, в том числе дзюдо, не соответствует образу мыслей, совокупности умственных навыков и духовным установкам отечественной молодежи. Не соответствует. Второй вывод. Если дзюдо рассматривать как средство физического воспитания и спортивного совершенствования, то восточное единоборство целесообразно проводить только в светском варианте с наиболее адекватными элементами психических установок, не вспоминая о голове, что там еще помните, чтобы это у них в общем-то не отложилось. Ну и третий вывод. На основе проведенного анализа были сформулированы цели дальнейшего исследования. У меня есть какой-то интерес. Предполагается создать и апробировать систему духовно-нравственного воспитания начинающих судаистов, которая наиболее приближена к отечественным, психическим и духовным ценностям доброта, сердечная доброта и широта нашей души. Ну и гипотеза для будущего исследования предполагает, что сочетание спортивной подготовки начинающих судаистов с духовно-нравственным воспитанием в рамках традиционных отечественных установок позволит достичь гармонии личности без искажения коренной ментальности. Спасибо за внимание. Спасибо. Светлана Ильич, вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, какие вы восточные духовно-силосусские концепции предлагали своим студентам более конкретно? Потому что у них конкретики нет. То есть какие-то формулировки или концепции какие-то. Что вы предлагали? Я им не предлагал. Я спрашивал тех, кто этим интересовался в свое время. И, в общем-то, спрашивал их мнение о том, что они знают о Цзюдо и вот как это... Я не про Цзюдо говорю, а именно про философские, духовные... Нет, ничего я не предлагал. Это просто... А как же тогда они могли отвечать, нравится ли это или нет, если они этого не знают просто? Согласен. Как-то вот они ответили, может быть, это было неадекватно. Ну, в конце концов, я вот предыдущий доклад прочитаю и в следующем году проведу еще раз вот это вот сравнение того, что у нас и с тем, что было в истории Японии. Посмотрим, как они в следующий раз ответят. Кстати, можем сравнить сегодняшние ответы с будущим годом. Может быть, что-то изменится. Может быть, они скажут, что у нас ментальность похожа с тем, что там происходило. Или наоборот. Ну, сложно. Спасибо. Я тогда возьму вот этот вот доклад и на основании его предложу вот такие вопросы. Очень сложно, конечно, требовать от студентов каких-то ответов, если они даже не знают, о что надо отвечать. Согласитесь. Ну, если бы вы сказали, вот философия вот такая у японцев, например, вот, и в основе лежит такое-то, то-то-то-то-то-то-то. Потому что я вам могу сказать, что с позиции европейца, японцы люди бесчестные судьи. С позиции европейцы. Надо будет запомнить. Да. Но для них это нормально, понимаете? Для них это нормально. Понятно, да. Ты такая, как что я плей, у них такого нет, понятно. Надо выиграть, и все. В любом способе. В любом способе, да. Я сам с этим сталкивался. Я понимаю, да. А для них это нормально. Хорошо. То есть у них совсем другой интеллект. Поэтому надо как-то более конкретно. Хорошо. Я уточню эти вопросы, эту вот ментальность восточную в сравнении с нашим. А для чего предоставлю новые результаты. Это, конечно. Конечно. Дальше. Скажите, пожалуйста, вы определяете концепцию сэрёху дзиньё как мистическую и рациональную. Что вы понимаете сэрёху дзиньё и в чём иррациональность, и мистичность этой концепции? Ну, рациональность, мистичность. Я думаю, что это определённые духовные практики, которыми пользуются до сих пор те спортсмены. В качестве короткого комментария. Да. Канод Жигуро был выпускником первого набора студентов Торкейского университета. Преподавали им немецкие, американские преподаватели. Он изучал в первую очередь утилитаризм Герберта Спенсера. Работа Спенсера лежит в основании современной всей педагогической концепции. Фундаментальная. О воспитании нравственном, умственном и физическом. Переведена на русский язык. Это ещё конец 19 века. Именно на ней Канод Жигуро построил свою абсолютно рационалистическую. Рационалистическую. Не знал. Никакого отношения к мистике вас существует? Ничего там нет. Понятно. Я читал другие статьи насчёт мистики и рационализма. Такие статьи тоже существуют. Ну это да, но если и всё-таки 14 томов собрали сочинение Канод Жигуро на иконском, правом языке, ну хоть что и на русский переведут. Нет. Ахе-хе-хе-хе-хе-хе. Продолжение следует...